Приветствую, дорогие друзья, на нашем канале, где мы с вами обсуждаем новости политики, экономики, новости фондового рынка. И сегодня у нас суббота, 27 ноября. Подведем итоги всей прошедшей торговой недели. Неделя была очень интересная, завершилась она вчера распродажами на всех фондовых площадках мира. Обвалились и американцы, лидером падения был наш российский фондовый рынок. Какие перспективы дальнейшие, почему это происходит, как влияет новый штамм вируса на игроков. Конечно же поговорим о феноменальном падении цен на черное золото, более 11%, с чего ждать в преддверии заседания ОПЕК+. Ну и конечно же обсудим валютную пару рубль-доллар, где за неделю рубль потерял еще дополнительно 3%, где же все-таки остановится падение нашего рубля. Итак, дорогие друзья, устраивайтесь поудобнее, а мы начинаем. Дорогие друзья, по традиции все наши видеообзоры мы с вами начинаем с ситуации на фондовых рынках. И ситуация на прошедшей торговой неделе была очень драматичная, что на валютном рынке, что на товарно-сырьевом рынке, что на фондовом рынке. И если говорить про вчерашний день, про пятницу 26 ноября, когда черная пятница была в Соединенных Штатах Америки, распродажи были во всех крупнейших магазинах, но одновременно с этим распродажи были и на всех фондовых площадках мира. И лидером падения был наш российский индекс РТС, который за один только вчерашний день потерял более 4,5%. А если смотреть итог недели, то потери нашего валютного индекса ставили уже более 7%. Мы с вами к этому готовились. Мы с ребятами из закрытого чата стоим в шарте по индексу РТС. И, конечно же, любое падение нас сейчас только лишь радует. Об этом мы с вами говорили уже много раз в последних наших видеообзорах. И здесь повторяться в итоговом выпуске я просто-напросто не вижу смысла. Но, а если посмотреть на вчерашний день, то индекс московской биржи потерял более 3,5%. Точно так же мы с вами видим, что и американские основные индексы потеряли от 2,3% до 2,5%. Да, это NASDAQ, Dow Jones, S&P 500. Ну, а Russell 2000 и вовсе потерял более 3,5%. Ну, давайте обо всем по порядку. Какие события важные были на прошедшей неделе, быстренько обговорим. Ну, первонаперво, конечно же, это мы должны с вами вспомнить понедельник. И был очень большой сюрприз, когда Джо Байден оставил на посту председателя Американской Федеральной Резервной Системы Джерома Паула. Рынки это восприняли, на самом деле, в первый момент очень и очень позитивно. Потому что ушла неопределенность, которая висела в воздухе. Мы с вами здесь тоже гадали, кто же будет следующим главой Федрезерва на 4 года. И Джо Байден выразил доверие Джерому Паулу. Он сказал, что он доверяет этому человеку и то, что он справится с поставленной задачей. А какая основная задача для американского президента сейчас с точки зрения экономики? Конечно же, это борьба с инфляцией. Потому что цены в Соединенных Штатах Америки растут. Рейтинг Байдена неуклонно падает вниз. И ему кровь из носа необходима в 2022 году, когда будут выборы в Конгрессе, обратно возвращать доверие своих избирателей, доверие возвращать к Демократической партии Соединенных Штатов Америки. И, конечно же, впоследствии выступил и сам Джером Паул. Он сказал, что основными задачами он для себя видит это рынок труда и, конечно же, борьба с инфляцией. И вот после этих заявлений Джерома Паула рынки в понедельник пошли в небольшую коррекцию. Почему это происходило? Ну, ответ очень и очень прост. Потому что игроки понимают, что если бороться с инфляцией, то надо более быстрыми темпами сворачивать программу количественного смягчения. И, скорее всего, игроки уже ожидают, что на декабрьском заседании Джером Паул нам с вами объявит о том, что программа сворачивания будет ускоряться и сокращаться покупка активов будет не на 15 миллиардов, как сейчас, а уже, наверное, на 30. И здесь как раз-таки интересно посмотреть прогнозы того же самого Goldman Sachs, который говорит о том, что программа стимулов будет свернута уже к марту 2022 года и, возможно, уже в марте 2022 года будет произведено первое повышение ставки. Также Goldman Sachs предполагает, что ставки будут повышаться еще в сентябре и декабре месяце. И таким образом ставка американского регулятора к концу 2022 года уже может составлять от 1 до 1,5%. Мы здесь будем внимательно смотреть, конечно же, на инфляцию. Ну и важным событием уже на следующий день стала новость о том, что американцы раскупоривают свои стратегические резервы и хотят выкинуть на рынок более 50 миллионов баррелей. Мы с вами об этом тоже в одном из обзоров говорили, что фактически в 2021 году будет продано 32 миллиона баррелей. Там и Япония здесь присоединяется. Сейчас стоит вопрос о том, что, возможно, и Индия тоже будет раскупоривать свои запасы, ну и точно так же Поднебесная. Здесь сейчас образовалась такая очень драматичная ситуация. Начинается борьба покупателей и производителей нефти, так называемая ценовая война. Но в первый момент, когда стала известна новость о том, что Соединенные Штаты Америки и еще некоторые их союзники будут продавать черное золото из своих стратегических резервов, нефть, наоборот, отреагировала ростом. Почему? Ну потому что те объемы, которые хотят вылить американцы со своими сотоварищами, как говорится, они не особо сильно могут повлиять на рынок черного золота. И после нескольких дней падения нефть, наоборот, пошла в рост и подошла к отметкам 83 доллара за нефть марку Брент. И все было бы хорошо, если бы, конечно, не одно но. Но оно у нас, конечно же, какое? Это злополучная ситуация со здравоохранением. Мы уже второй год в этой ситуации живем. И стало известно, что на африканском континенте обнаружен новый штамм вируса. Омикрон он называется. И, конечно же, он более заразный. Он более быстро преодолевает иммунную защиту человека и более быстро распространяется. Уже этот вирус замечен, новый штамм вируса замечен в Израиле, в Гонконге. И многие страны уже закрывают свои авиасообщения с данными странами, дабы оградить свое население от нового штамма вируса. Либо как минимум отсрочить появление этого штамма у себя в стране. Потому что текущие вакцины, которые сейчас наша планета пользуются, они не способны противостоять новому штамму вируса. И именно это была основная причина вчерашней распродажи на американском фондовом рынке, ну и на остальных рынках в том числе. Но те же самые американские фармацевтические компании Модерны и Пайзер заявили, что им потребуется около 60 дней для того, чтобы подкорректировать свои вакцины, чтобы они были действенны против данного нового штамма вируса. И именно поэтому американские фармацевтические компании вчера показывали очень сумасшедший рост, в частности Модерна показывала очень стремительный взлет. И мы в нашем прямом эфире, большом, который проводили на этой неделе, был вопрос касаемый Модерны, что верю я в эту компанию или нет. Я говорил о том, что данные компании могут показывать спекулятивное движение наверх только на каких-то вспышках. И вот эту новую вспышку мы с вами сейчас как раз таки и наблюдаем. Новый штамм вируса подействовал не только на фондовой площадке, одновременно с этим он автоматом зацепил и товарно-сырьевые рынки. Вчера мы с вами увидели, что цены на нефть провалились очень и очень хорошо, более 11%. Почему это происходит? Ну, во-первых, да, ограничение авиасообщений со странами, то есть потребление нефти будет сейчас довольно-таки серьезно сокращаться. И, конечно же, это уже помогает давить на котировки черного золота. Но здесь мы еще должны держать в голове и следующий момент, что на следующей неделе ситуация может кардинально измениться, потому что 2 декабря заседают страны ОПЕК+, и они будут принимать решение какого характера, что делать с добычей нефти. Продолжать увеличивать, как того предписывает сделка, да, на 400 тысяч баррелей, либо же из-за ситуации, которую устроили Соединенные Штаты Америки со своими союзниками и ситуации, которая разгорается... со здравоохранением, может быть, притормозить увеличение добычи нефти и оставить пока что все без изменений. И, конечно же, решение ОПЕК будет очень и очень важным для товарно-сырьевых рынков, ну, а, конечно же, это будет важным решением и для нашего российского фондового рынка, особенно для наших нефтяных компаний. Ведь вчера, когда провалилась нефть, мы с вами увидели, что распродажи подвергались именно нефтяные наши компании. Там и Лукоил, Роснефть, и Газпромнефть, они теряли очень и очень серьезно, потому что цены на нефть пошли в довольно-таки серьезную коррекцию. Если говорить по технической картине, то нефть сейчас стоит на отметках около... ближе к 73 долларам, и здесь у нас 200-дневная скользящая, очень сильная, мощная поддержка. Но если медведи сумеют продавить данную поддержку, то здесь мы сможем с вами говорить о том, что нефть пойдет на уровне 65-67 долларов за нефть марки Brent. Ситуация на рынке черного золота, конечно же, негативно отразилась и на валютной паре рубль-доллар. Мы с вами увидели, что на текущей торговой неделе доллар по отношению к рублю подорожал на 3%, и, конечно же, меня это не может не радовать, потому что на протяжении многих месяцев я говорил, что любая ситуация, любая неопределенность, любое коррекционное движение на фондовом рынке привлечет к тому, что наш российский рубль будет очень сильно терять свои позиции. Так оно на самом деле и произошло. Мало того, что ситуация со здравоохранением, и есть вероятность того, что многие страны сейчас будут вводить очень жесткие ограничения внутри, но, конечно же, на рубль давит еще и геополитическая ситуация. На прошедшей торговой неделе мы с вами видели, что тот же самый Bloomberg продолжает кошмарить инвесторов с точки зрения того, что Российская Федерация наращивает свою группировку сил на границах с Украиной. И, как заявляет тот же самый Bloomberg, говорит о том, что российские войска ждут, когда закончится осенняя распутница, чтобы перейти в наступление. Конечно же, это не придает позитива инвестициям в Российской Федерации, и игроки стараются просто-напросто выходить из российских активов. Если мы с вами вспомним всю ситуацию, то мы видели, что наш российский рынок и наша национальная валюта начали терять позиции немного ранее, чем это стали делать те же самые американские фондовые площадки, потому что сначала игроки покидают более рискованные рынки, а к рискованным рынкам, конечно же, относится рынок Российской Федерации. И мы это с вами наблюдали уже, начиная с конца прошлой недели. На этой неделе была попытка, конечно же, пойти в коррекционный отскок, но этот отскок вот как раз-таки вмешалась ситуация именно с точки зрения вируса, да, вот этим новым штаммом. И здесь, дорогие друзья, стоит отметить следующее, что обычно после дня благодарения, первый день, да, вот всегда торгов после данного дня, всегда ознаменуется хорошим ростом, потому что именно день торговли после дня благодарения всегда ознаменует начало рождественско-новогоднего ралли. Ну, как мы видим, да, начало этого ралли было смазано, и я уже делал предположение на нашем YouTube-канале о том, что в этом году мы с вами можем и не наблюдать как такового рождественского ралли. И я приводил пример того же 2018 года, когда ситуация была очень похожа на текущую ситуацию. Мы в 2018 году также видели резкий взлет цен на газ, потом был резкий взлет цен на нефть. Мировые фондовые площадки показывали все новые исторические значения, но потом, к концу ноября, начале декабря месяца, пошло мощное коррекционное движение. И сейчас мы с вами, если проводим аналогию, все повторяется, как и в 2018 году. И вы, дорогие друзья, должны быть готовы к тому, что как такового новогоднего рождественского ралли в этом 2021 году мы с вами можем и не увидеть, потому что ситуация со здравоохранением очень и очень серьезная. И мы с вами можем увидеть продолжающийся рост инфляции, потому что если страны будут закрываться, будут вводиться локдауны, то, соответственно, это привлечет к еще большему сбою в поставках, да, и тогда, конечно же, цены будут расти как не по дням, а по часам, как на дрожжах. И здесь складывается очень такая интересная ситуация. Если будут вводиться локдауны, как в 2020 году мы с вами наблюдали, то сейчас есть небольшое различие. В 2020 году у мировых регуляторов были возможности помочь экономике в трудный момент. И залили они тогда рынок деньгами, вот все эти программы помощи, программы поддержек. Но тогда как раз таки была очень низкая инфляция и не было такого дикого роста цен. Сейчас же мы с вами наблюдаем, что все мировые регуляторы уже либо начали, либо начинают сворачивать свою программу количественного смягчения, либо уже повышают ставки, да, как, к примеру, Российская Федерация. Но особо сильно это помочь не может. Поэтому нас ждет довольно-таки серьезные кризисные времена, к которым мы с вами должны быть готовыми. Но любое коррекционное движение, любую коррекцию на фондовых рынках нужно воспринимать всегда как возможность точно так же пополнить свои спекулятивные инвестиционные портфели. Потому что если произойдет мощное коррекционное движение, то можно будет по очень приятным ценам приобрести те же, ну, многие компании, тех же самых нефтянников, да, весь наш нефтегазовый сектор. Потому что мы не забываем с вами, что в 2022 году будет дивидендный сезон, дивидендное ралли, и наши компании-экспортеры будут показывать очень хорошие, ну, платить очень и очень хорошие дивиденды. Поэтому к этому моменту я думаю, что нас ждет сейчас несколько месяцев такого немного нервозности. Ну, а потом, конечно же, дивидендное ралли никто не отменял, и наши компании в первой половине 2022 года будут очень привлекательными вновь на какой-то короткий промежуток времени. Ну, а говоря про сейчас, про текущую ситуацию, мы с вами должны иметь понимание и следующее, что валютная пара рубль-доллар на текущих значениях свой рост не остановит. И несмотря на то, что на следующей неделе у нас приходится пик налогового периода, наши экспортеры будут платить налоги. И, по мнению того же самого Блумберга, налоги будут уплачиваться в размере от 600 до 700 миллиардов рублей. На какой-то промежуток времени, конечно же, это окажет некую поддержку нашей национальной валюте. Но, опять-таки, это всего лишь временная мера, и налоговый период очень быстро закончится. Там всего два дня мы будем пик нашего налогового периода, и все. И дальше поддержка у рубля уходит. Мы должны с вами прекрасно понимать, что геополитическая ситуация продолжает оставаться напряженной. Та же самая Ангела Меркель, уходя, хочет громко хлопнуть дверью и заявила, что Германия, как только Российская Федерация начнет горячий конфликт с Украиной, уже готовит новый пакет санкций. Поэтому санкционная риторика будет продолжать сейчас висеть в воздухе, а это очень и очень сильно отпугивает игроков. И если мы с вами посмотрим на те же самые фьючерсные контракты на валютную пару рубль-доллар на 2022 год, то большие объемы на покупку данных контрактов именно с исполнением в июне месяце, тот какой-то очень большой крупный игрок затарился данными контрактами и предполагает, что уже в июне месяце 2022 года наша национальная валюта потеряет и очень существенно процентов 5. Точно так же мы смотрим на фьючерсные контракты с исполнением в сентябре, тоже данные фьючерсы пошли в рост. То есть какие-то крупные большие игроки делают прогноз для себя, что наша национальная валюта в 2022 году будет терять по отношению даже к текущим уровням. Поэтому, как я и говорил, я ожидаю, да, моя основная цель по доллару это 82-84 рубля за один американский доллар. Это, я думаю, что мы с вами все равно в очень ближайшие несколько месяцев увидим. Я не говорю, что доллар будет стоить там 100 рублей, я не говорю, что 90, потому что здесь подключатся и наши российские регуляторы, и просто-напросто не позволят такую сильную девальвацию нашей национальной валюты сделать. Одновременно с этим мы не забываем, да, что инфляция в России у нас продолжает расти, и некую поддержку нашей национальной валюте будет оказывать, конечно же, еще и рост ставок. Мы с вами уже делали предположение, что 17 декабря, когда будет заседание Центрального банка России, Эльвира Сахибзадовна будет повышать ставку как минимум на 75 базисных пунктов, а может быть и сразу же на 1%. Некоторые аналитики полагают, что уже в первом квартале 2022 года инфляция в России достигнет значения, двухзначного значения, то есть более 10%. И, конечно же, мы должны делать ссылочку на то, что наш российский регулятор будет продолжать бороться с инфляцией, именно повышением ставки. То есть ставка будет расти, соответственно, рубль будет и дорожать. Но не забываем мы следующее, что тот же самый доллар показывает тоже очень положительную динамику наверх, потому что сворачивание стимулов Америки, да, вот эта программа количественного смягчения, ведет к тому, что дорожает сам доллар. Дорожает доллар еще из-за того, что игроки делают, ну, предполагают, что ставка будет уже несколько раз повышаться в 2022 году. Соответственно, доллар тоже будет дорожать. И здесь, конечно же, уже нивелировалась позиция нашего повышения ставки с их повышением ставки. Но не забываем и следующий момент, что растущий курс доллара по всему миру давит точно так же и на котировки черного золота. То есть доллар становится дороже. Страны, которые покупают нефть, они должны вначале купить доллары, потому что нефть продается за доллары. А раз доллар дороже, то, соответственно, и нефть страны покупают меньше. Поэтому это может приводить к тому, что будет давление на нефть. Ну, а если нефтяные котировки будут находиться где-то в районе 60-65 долларов за нефть марки Brent, то это будет очень серьезное давление и на нашу национальную валюту. Поэтому предпосылок для какого-то сильного укрепления рубля я не вижу. А вижу наоборот, что в ближайшие месяцы наша национальная валюта будет продолжать терять, терять и терять. И, конечно же, здесь опять-таки мы под конец видео вспомним 2018 год, когда акции тех же самых Сургутнефтегаза показали хороший рост, потому что у данной компании очень большая валютная кубышка и они выигрывают именно от того, что растет курс доллара. И поэтому, возможно, как и в 2018 году, акции данной компании будут показывать положительную динамику на следующем дивидендном сезоне. У кого данной акции не имеется, внимательно советую к этой компании присмотреться к 2022 году. Дорогие друзья, ну вот такой небольшой у нас видеообзор с вами получился. Подвели мы основные итоги недели. Следующая неделя будет очень драматичной. Мы по поводу следующей недели будем с вами уже разговаривать завтра, когда будет рубрика «Ежедневник инвестора». Там будут выходить данные по рынку труда. На прошедшей неделе мы с вами получили данные по пособиям по безработице. Рекордные с 1969 года. Меньше 200 тысяч заявок было подано. Это фактически нам показывает, что рынок труда в США на текущий момент фактически полностью восстановился. Но, конечно же, если не вмешается ситуация с новым штаммом вируса. Поэтому сейчас эту ситуацию мы должны внимательно отслеживать. Также там, по-моему, во вторник будут данные по инфляции в Евросоюзе выходить. Поэтому следующая неделя будет очень интересная. Там и ОПЕК, и рынок труда. Поэтому не забываем подписаться на канал, нажать на колокольчик и нажать кнопочку «Все», чтобы не пропустить наш завтрашний выпуск, где будет рубрика «Ежедневник инвестора». Если видео понравилось, поставьте лайк. Если видео не понравилось, ставьте дизлайк. Пишите обязательно свои комментарии, мнения, пожелания, критику. Напомню, желательно, чтобы комментарии были более пяти слов. Тогда алгоритмы Ютуба засчитывают его как именно за активность и помогают продвигать данное видео. Не забываем подписываться на наши социальные сети. Тикток, ВКонтакте, Яндекс.Зен, Инстаграм. Ну и, конечно же, наш открытый Телеграм-канал. Ну и можно подписаться на мой личный Инстаграм. Дорогие друзья, я не забыл про набор в чат. Набор в чат будет объявлен в понедельник. Кто хотел, то в понедельник мы объявим донабор. Акция «Черная пятница» все равно будет действовать. Но в связи с личной ситуацией у меня в семье, сейчас просто не готов сделать донабор в ближайшие несколько дней. Ну а в понедельник, я думаю, что кто захочет, может присоединиться к нашей команде премиум чата. На этом с вами прощаюсь, дорогие друзья. Увидимся с вами уже завтра в рубрике «Ежедневник инвестора». Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok